Книга открытым оком Если они знали содержание, то абсолютно превратно, по самости толковали, как хотели, что им казалось вполне справедливым. Книга Судей, 17 глава, 6 стих, 21 глава, 25 стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Главное всегда было сделать необычно, вычурно, как еще никто не додумался. Вот я так сделаю и попробую, не занесет ли меня в монашескую книгу Гиннесса, то есть в жития, в лавсаик, в пролог и попробуй, не зафиксируй мой рекорд, не канизируй меня. Вопль стоит об этом желании, хотя толкует о смирении и о борьбе против гордости. Как сказано, что у тщеславной из-под каждой его заплаты выпьет тщеславие и гордость. На такие их поступки, воюющие против Писания и против канонов, и любят ссылаться, разжигавшие в непослушании и лени. Ратуют за святого, пренебрегая Библией и канонами. Эпиграфом к житиям по Дмитрию Ростовскому взято вот это место апостола Павла, что и будем держать маяком, освящающим поступки канонизированных монахов. И увидим, что брать в пример подражание можно, быть может, процента 3, не более того. А остальное – самость на самость. Евреям, 13 глава, 7 стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Примеры из жития святых. Виссарион, 6 июня. Случилось, что один брат в ските впал в некое прегрешение. Почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойным быть в общении с братьей? Преподобный Виссарион, вставший, вышел вон вместе с огрешившим, сказав «И я грешен». Таково было смирение святого Виссариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжении 40 лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. Он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем предавался сну или стоя, или сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих, бодрствовать и тщательно отерегаться вражеских искушений. Он говорил, иноку следует быть как бы оком, подобным Херувим и Серафимом. Если кто живет мирно, не имея искушений, такову еще более нужно бодрствовать и смирять себя перед Богом, дабы как-нибудь возгордившись, не впасть в какое-либо большее согрешение. Ибо по причине гордости многие впадали в брань с дьяволом. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно. Жизнь сего святого Отца была подобна жизни птицы небесной, ибо никогда он ничего земного не приобретал, не имел своей кельи или какого-либо пристанища. Он скитался по пустыне, переходя с места на место, ходил по горам или сам подобно заблудившемуся путнику. Нисколько не заботился он о телесных нуждах своих, не заботился ни о пище, ни об одежде. На теле его было самое бедное деяние – еда, прикрывающая наготу его. Несмотря на то, что днем его палял солнечный зной, а ночью холод, он редко когда входил под кровлю. Он ходил по горам, как птица, ищая уединения, возводя свою ум к единому Богу, и лишь только на нем одном останавливал мысль свою. Другой пример – Мефодий, патриарх, 14 июня. Пиафиу приказал бить святого Мефодия по щекам, причем челюсть его была разбита до того, что на всю жизнь святого Мефодия остался безобразный шрам. Будущее патриархом, святой Мефодий разрезал концы клобука и обвязывал ими челюсть, чтобы скрыть рубец. Из уважения к исповеднику и все иноки, по его примеру, начали носить клобук с разрезами. Алипий, Столпник, 26 ноября. «Я хочу пойти на восток», – сказал он ей, – «потому что я слышал, что там, в пустынях, живет безмолвие много святых отцов. Я поселюсь с ними, и, взирая на них Богодное житье, постараюсь с Божьей помощью подражать их добродетельной жизни». Следующий пример – Сергий Радонежский, 25 сентября. Среди учеников преподобного был один по имени Исаакий. Он желал просветить себя подвигу безмолвия и посему часто просил у святого благословения на столь великий подвиг. Когда он уже был священноиноком, он пожелал основать где-то либо монастырь. О всем он и рассказал преподобную Сергию. Спустья некоторое время святой Сергий, видя всем изваление Божие, благословил Феодора и отпустил его, а также некоторых из братьев. Святой послал строителям одного из своих самых любимых учеников Афанасия, сильного в божественном писании. Равноангельская жизнь преподобного, необычные его смирения и труды на пользу церкви, внушили святому митрополиту Алексию желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем.